Без погибших и раненых, однако, и без перемирия. Атаку ситуацию в зоне АТО заявляют в Минобороны. Сегодня там зафиксировали 10 провокаций практически на всех направлениях. Чаще всего боевики стреляли вблизи Мариуполя. Сложным остается и положение дел возле Зайцева в районе Горловки. Геннадий Вивденко продолжит. У них позиции идут на полы. Часто про себя знать дают? Каждые ночи. Что? Сюда так пулеметные учредя доходят. На прошлой неделе на этой дороге подорвались двое местных жителей. Мужчина погиб, женщину тяжело ранило. Поле вокруг буквально усеяно растяжками и не разорвавшимися крупнокалиберными гранатами боевиков. Чтобы мы первые начали конфликт. Мы продолжаем, вот ветку даем, что бачим, уже сильно засыпает. Под горлок и враг не унимается. Постоянно обстреливает и стрелковое вооружение, а также применяют боевые машины пехоты. Не то чтобы проводят атаки, очень серьезные, но и отдыхать украинским воинам не дают. Найомники огонь ведут из боевых машин пехоты, закрытых позиций. Характер местности, донецкие балки. Не дают врагу стрелять прицельно. Это провокативная работа, потому что прицельного огня у них не может получиться с закрытой позиции. Понимаете, это происходит в ночи, и тут даже корректировать их позиции, это очень сложно. То есть это хаотический, безприцельный огонь вызвать только невдовольствие мирного населения. Псуют дома, псуют города, псуют сараи мирного населения. Львиная доля обстрела приходится на жилые дома. В то время, когда украинские солдаты находятся в укрытиях, на позициях. Сколько это можно терпеть? Они постоянно обстреливают, и по-мирному обстреливают, чтобы мирное население против нас обурювалось. Пока по всей линии разграничения можно констатировать факт срыва боевиками хлебного перемирия. С прошлой ночи вражеские обстрелы только усиливаются. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук и Руслан Ревьюк. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.